Я вчера принял решение о назначении нового министра внутренних дел и я счел необходимым, тут уже безальтернативно, я определился еще и раньше, когда о вас шла речь, когда я у вас был, я не просто так к вам приехал тогда, я понял, что вы можете в перспективе быть министром или занимать более высокую должность. Это если обращаться к тем временам, когда я посещал ваше подразделение. Понятно, что я как президент видел определенные тенденции в кадровых изменениях, в силовых структурах и тогда я определился, что Юрий Харжимуратович может нам пригодиться на конкретной работе. Ну, многие говорили так, вот понимаете, он человек больше военный, хоть в органах милиции, но военная компонента, как у вас, составляющая. А вот в милиции сейчас как раз это и нужно. Есть следственный комитет. Что в милиции осталось? Фактически каждый день боевая работа. Что общественный порядок, что борьба с этими бандюганами, криминалистическое направление, криминальная милиция, что ОМОН и военная составляющая. Ну и скажем откровенно, милицию надо немножко встряхнуть в плане дисциплины. Ну а для этого какой нужен человек? Военный? Хотя вы относительно военный человек, вы и милицию хорошо знаете, вы там были внутри, вы видели эти проблемы. А вообще я подумал, научитесь. Очень хотел бы, чтобы вы были твердым, решительным, в меру жестким, но очень уважали людей. Очень уважали людей. Тот, кто заслуживает, чтобы его поддержали и даже пьяного домой отвезли, так надо сделать, поддержать и пьяного домой отвезти. Тот, кто заслуживает по башке или по морде, значит он должен получить. То есть все должно быть честно и справедливо. Это ваш принцип работы и дисциплины. Единственное, я вас просто прошу, не засиживайтесь на месте здесь, в Минске. Больше бывайте в подразделениях. Обязательно надо побыть во всех областных управлениях внутренних дел. Ну и в городах. Я вообще не люблю национальные какие-то признаки, подчеркиваю, но кавказцы у меня люди особые. Они хорошо ко мне там относятся, хотя они меня ни разу, может быть, не видели, но это крепкие люди. Я этот фактор не сбрасываю, чтобы вы прекрасно понимали.